приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы сегодня познакомим вас с рецептом одного из ярких представителей французских плесневых сыров сыром балансе но классический балансе мы приготовить не сможем мы приготовим его реплику дело в том что сыр вообще имеет свое название получил от деревушки балансея и замка шато де балансея которые находятся в альпийской долине луара в этой долине пасется растет разводится и пасется особая порода коз которая имеет молоко без характерного запаха козьего но в общем такого молока у нас не купить поэтому мы приготовим реплику балансея будет точной копией но из коровьего молока будем использовать цельное коровье молоко без то есть не будем снимать сливки единственное что сейчас будем его пастеризовать я расскажу как сыр балансея это мягкий сыр покрытый корочкой из белой плесени и такой специальной корочкой из древесной золы то есть не корочкой а отсыпкой из золы ну вот давайте начнем с ингредиентов в первую очередь для приготовления сыра помимо молока нам понадобится мизофильная закваска не газообразующая можно использовать любую закваску вообще количество ферментов заквасок и всех ингредиентов на 6 литров молока вы найдете в описании видео понадобится два вида плесни плесени плесневых культур это геатрициум кандидиум и пенициллинум кандидиум геатрициум кандидиум дает характерную волнистую такую сморщенную структуру а пенициллинум кандидиум даст нам поверх обсыпки из золы еще достаточно твердую белую корочку также понадобится любой молокосвертывающий фермент ну в количестве указанном производителем на определенное количество молока мы используем сухой растительный фермент химазин ну вот нам с растительным более больше нравится работать я уже неоднократно об этом говорил по поводу золы в принципе можно использовать то есть можно сжечь фруктовых палочек растолочь их в золу просеять эту золу и эту золу использовать для обсыпки сыра мы решили идти другим путем купили вот такую вот пачку активированного угля размолим этот активированный уголь на ну что-то мне жечь палочки не очень хочется я думаю что надо их какой-то в каком-то в чистой посудине сжигать чтобы туда ничего не попало то есть на земле шик не будешь там или в мангале жечь ну в общем решили мы воспользоваться активированным углем результат получается практически тот же то есть мы получаем эту черненькую прослоечку но без мороки сжиганием палочек классический сыр валансье имеет форму усеченной пирамидки у нас не продается к сожалению форм именно для валансе мы не смогли найти поэтому будем использовать вот такие вот пищевые контейнеры то есть купили это контейнер с крышкой был крышку естественно не используем по стенкам контейнера и по донышку я насвертил отверстие диаметром 2 миллиметра ну и вот такой вот у нас будет сырок головка классического валансе весит 200 300 грамм поэтому я думаю что такие вот формочки будут идеальными но будем впредь готовить то есть несколько раз мы готовили формочка для камамбера но это получается не классическая форма поэтому впредь будем уже готовить вот таких вот чудесных самодельных формочках теперь по поводу оборудования что нам понадобится обязательно понадобится водяная баня очень не рекомендую нагревать молоко на газу потому что при нагревании на газовой или на электроплитке дно кастрюли очень сильно нагревается до температуры 250 300 градусов при этом погибают все лактобактерии в молоке ну соответственно молоко теряет свойства вернее не теряет а ухудшается у него свойства к спашиванию не произойдет закисление молока и при этом сгусток после этого вернее сгусток будет формироваться плохо мы используем водяную баню у нас такой настольный мармит фирмы хорека я неоднократно о нем говорил на канале есть видео обзора этого мармита поэтому если интересно можете посмотреть также из оборудования нам понадобится друшлаг мазочка для того чтобы процедить молоко ну и ковшик вот это вот собственно говоря все оборудование что касается самого молока молоко мы используем фермерское ни каком случае не используйте ультра пастеризованное молоко из магазина не используйте гомогенизированное молоко из магазина и не используйте молоко длительного хранения в молоке длительного хранения присутствуют антибиотики которые не дадут просто развиться rouge бактериям захвасочным то есть не дадут молоку скиснуть, грубо говоря. Соответственно, сгусток не образуется. Молоко ультрапастеризованное, я рассказывал в видео о молоке, есть на нашем канале урок о сыропригодности молока. Я рассказывал, почему ультрапастеризованное молоко тоже не подходит. Лучше всего использовать фермерское молоко. Естественно, как и для всех сыров с плесенью, чтобы исключить попадание сторонних микроорганизмов, мы это молоко будем пастеризовать. Для этого на водяной бане нагреем молоко до температуры 65 градусов, подержим так 15 минут, и после этого максимально быстро охладим его. Перед тем, как пастеризовать фермерское молоко, его надо обязательно процедить через марлечку. И не потому, что в нем может быть какой-то мусор, а чтобы отделить у цельнодойного молока, обязательно будут мелкие сгусточки. После того, как мы поместим бактерии плесени и бактерии закваски в молоко, эти бактерии начнут вокруг сгусточков создавать колонии. И мы не получим правильного распределения закваски и плесени по всему объему молока. Поэтому, смотрите, спрашивают, для чего ты процежуешь молоко. Вот видите эти сгустки? Если эти сгустки прямо туда вылить, то все бактерии будут располагаться как бы вокруг них. А нам это не надо. Процежуем молоко, нагреваем его до температуры 65 градусов. Молочко нагрелось до 65 градусов. Останавливаем нагрев. И для того, чтобы вода-то горячее в водяной бане, для того, чтобы она нам не перегрела молоко, сливаем воду из водяной бани. И засекаем время, выдерживаем его так 10 минут. После того, как мы выдержали молоко 10 минут при температуре 65 градусов, нам надо его как можно быстрее остудить. Есть два варианта. Первый вариант, поместить кастрюлю с молоком, то есть вот эту внутреннюю, в какую-нибудь в раковину или в ванную с водой. Или же второй вариант, я просто наливаю вот сюда вот ледяной воды и буду помешивать молоко. Таким образом, опущу его в температуру до 22 градусов. Это и будет наша стартовая температура, с которой мы будем начинать приготовление сыра в алансе. Пеночку отсюда сниму. Она нам не нужна. Понижаем температуру до 22 градусов. После того, как молоко остыло до температуры 22 градуса, внесем хлористый кальций. И хотя в рецепте написано в оригинальном, что хлористый кальций вносится после заквасок, я считаю, что его надо вносить до заквасок, для того, чтобы нормализовать молоко перед началом его закисления. Хлористый кальций, согласно ГОСТу, пастеризованное молоко вносится из расчета 20-40 грамм на 100 литров молока сухого хлористого кальция. Соответственно, 24 грамма на 10 литров. Возьмем среднее 3 грамма на 10 литров. То есть на 6 литров получается 2 грамма хлористого кальция. Или 20 грамм, или 20 миллилитров. Можно шприцом отмерить медицинским. 1 миллилитр равен 1 грамму будет. 20 миллилитров 10% раствора. Добавляем 10% раствор хлористого кальция в нужном количестве по объему в наше молоко. Хорошенько все перемешиваем. И оставляем его минут на 5. Для удобства я убрал уже мармит. И молоко нам больше нагревать не придется. Поэтому будем общаться с одной кастрюлей. На поверхность молока рассыпаем нужное количество закваски. И плесневые культуры. Геатрициум кандидиум. И пенициллинум кандидиум. Так как температура молока очень низкая, то процесс закисления будет проходить очень медленно. Ведь мы знаем, чем выше температура, тем лучше развивается закваска. И тем быстрее происходит процесс закисления молока. Нам как раз нужно, чтобы это происходило медленно. Поэтому такая вот низкая температура 22 градуса. Рассыпали все культуры по поверхности молока. Ждем 3-4 минуты, чтобы они хорошенько регидрировались. Или регидратировались. Грубо говоря, чтобы сухой порошок намок. И мы его смогли равномерно распределить по всему объему нашего молочка. Через 3-4 минуты хорошенько перемешиваем молоко движениями вверх-вниз. Чтобы все культуры равномерно распределились по объему молока. И оставляем его на 5 минут. Хорошо перемешали. И оставляем в покое на 5 минут. Через 5 минут вносим в наше молоко заранее подготовленный молокосвертывающий фермент. Независимо от того, используете ли вы сухой или жидкий молокосвертывающий фермент. Заранее, минут за 5 в нужное количество фермента, либо сухого, либо в жидком виде, растворяете в 50 мл охлажденной кипяченой воды. И вносите уже в таком растворенном виде. Хорошенько перемешиваем молоко и оставляем его, накрываем крышкой и оставляем для образования сгустка. В данном случае при приготовлении сыра в алансе сгусток будет образовываться ориентировочно 16-18 часов. Кастрюлю с молоком оставляем при температуре 20-21 градус, желательно не выше. Если температура в помещении выше, то процесс пройдет быстрее. Определяем образование сгустка, он станет достаточно плотный, осядет на дно и сверху появится, в нашем случае будет полусантиметровый слой сыворотки. Мы вам покажем, когда это произойдет. А сейчас я его просто ставлю в теплую комнату, в которой у нас поддерживается температура 20 градусов и первую проверку будем проводить через 15 часов. На следующее утро сгусток полностью сформировался. Видите, он опустился вниз и сверху плавает сыворотка. Теперь надо его переложить в формы для самопрессования. Этот сыр готовится самопрессованием. Осаживаться он будет примерно в два раза. То есть традиционная головка валансье высотой примерно 8-9 сантиметров. Соответственно, нам надо сразу же наложить форму, ну как бы заполнить форму где-то сантиметром на 15. Если нет такой высокой формы, тогда выкладывание делаем за несколько этапов. То есть первый этап выкладываем полную форму, оставляем его немножко подпрессоваться и вторым этапом выкладываем, ну, дозаполняем опять форму. Вот таким вот образом берем ложкой и слоями срезаем сгусток и заполняем им формочку. Какой плотный сгусток. Угу. Ягусточек хороший получился. Делайте это осторожными движениями, потому что все-таки сгусток, ну, хоть он и плотный, но при этом достаточно ломкий, чтобы не крошить его, не размазывать по сыворотке, так сказать. Упс. Упс. Немножко упало. Старайся так верх именно ровненько выложить. Или оно в любом случае выровняется. Ну, лучше разровнять. Да, я вот тоже думаю, что лучше разровнять. Ну, вот так вот достаточно, Лариса. Точно так же заполним все остальные формы. После того, как весь валансье разложен по формочкам, подождем несколько минут, видите, вот он оседает. Вот эта первая формочка, которую мы заполняли, она уже осела. После того, как он немножко осядет, накрываем его полотенцем и оставляем при комнатной температуре, ориентировочно при температуре 18-20 градусов, на двое суток, на 48 часов, для полного формирования головки. А через 48 часов, друзья, приступим к следующим действиям, которые нужны для формирования правильной головки сыра в валансье. Через 48 часов наш сырок готов к обсыпке. Извлекаем его из формочек. Конечно, не совсем пирамидки получились, не совсем классический валансье, но ничего страшного. У нас он получался и кругленький. Мы приготовили вот такой вот контейнер. На дно контейнера положили салфетку, дальше решетку. Ну, вот у нас тут металлическая решетка в контейнере. И после этого дренажный коврик. В этом контейнере валансье будет созревать. В первую очередь, после извлечения из форм, сырочек надо посолить. Где-то ориентировочно чуть меньше чайной ложки на одну головку сыра. Я сейчас так уже натру все хорошо со всех сторон. Да, обсыпаем сыр солью и натираем со всех сторон. Вот как-то так. То же самое, такую же процедуру проделаем с остальными головками. После того, как посолили сырок, берем ситечко и либо пищевую золу, либо в нашем случае активированный уголь, таблетированный, мы размололи на кофемолке. И вот таким вот образом посыпаем сырочек, делаем обсыпку со всех сторон. Лариса, так уж совсем, чтобы черное... Оно сейчас прижмется. Прижмется, да? Лариса знает. Лариса, так уж совсем, чтобы перчатка не сжимается. Лучше это делать в перчатках, по той причине, что зола или активированный уголь, руки будут просто чернющие. Помещаем каждую обсыпанную головку в контейнер подготовленный. Вот так вот приминаем его немножко. То есть не просто обсыпали, а надо как бы эту золу обжать. А мы коврик потом тоже не отстираем от золы. Не, он отстирывается, просто оно вымазывается очень сильно, но потом оно все легко отстирывается. Вот таким вот образом, друзья, обсыпаем со всех сторон и обжимаем. После этого на двое суток оставляем валансье вызревать при комнатной температуре в этом контейнере. Неплотно его закрываем, чтобы был немножко доступ воздуха, но в то же время, чтобы крышечка предотвращала попадание пыли, всякой грязи вовнутрь контейнера. И последнюю головочку. Какая вкуснота будет через две недельки. Я уже в предвкушении. Через два дня теплого созревания переносим валансье в холодильник и оставляем его в контейнере. Смотрите, если будет выделяться, если контейнер будет покрываться сильно внутри росой, то немножко приоткрываем крышечку контейнера. Если нижняя салфетка будет намокать, лучше ее заменить. То есть достать сырок, заменить салфетку и все сложить в обратном порядке, так сказать. Естественно, обязательно все это делать стерильными руками, чтобы не занести никакую патогенную флору. Так вот, перемещаем сыр в холодильник на холодное созревание. 10 дней при температуре 8-10 градусов. После этого сыр готов. Хранится после этого в холодильнике. Ну, естественно, будет отдельное видео недельки через две про дегустацию обязательно. То есть мы покажем сыр, какой он получился, покажем его разрез, продегустируем, расскажем о вкусе. Хранится в валансье в холодильнике до двух месяцев. Но, друзья, это настолько вкусный сыр, что, поверьте, два месяца он у вас не полежит. Если вы, конечно, не сделаете его 100 головок. Я вот эту головку просто за обедом с удовольствием или за ужином там с бокалом вина с удовольствием съедаю. Он действительно очень вкусный. Поэтому с удовольствием представляем об рецепт сыра валансье. Поверьте, будет вкусно. Через две недели, как я уже сказал, вернее, через 10 дней будет дегустация. Если у вас есть какие-то вопросы по приготовлению, задавайте их в комментариях. На все комментарии мы с Ларисой отвечаем. Ну и, естественно, оставайтесь с нами, друзья. Мы будем снимать для вас новые интересные видео. Всего доброго. Пока.